Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах с AviaDriver и это первое геймплейное видео по этой игре на канале. Сразу хочу напомнить, что игра находится на стадии закрытого бета-теста, поэтому в ней куча недочетов, багов и как видите с оптимизацией беда. На данном этапе судить о игре рано. Видео создано для того, чтобы приблизительно узнать, что нас будет ждать в релизе. Да и к тому же многие из вас просили снять эту игру, так скажем, вживую, а не по скриншотам. Погнали. Должен сказать, что подобного фона меню я не видел ни разу. Это довольно креативно и интересно. Вот еще бы анимация колес была, а так мне понравилось. Уверен вас заинтересовала кнопка сетевая игра. Да, вы все правильно поняли. Но пока протестить эту функцию возможности нет, поэтому гоним дальше. А вот и весь автопар, который сейчас есть в игре. И отечественные машины, и иномарки. Кроме легковушек, есть автобус, микроавтобус и два грузовичка. Предлагаю прокатиться на пазике, так как он всем интересен и на нем можно выполнять миссию. Она проста. Всего-навсего ездить по остановкам. Это у нас условная работа водителя автобуса. Перед тем, как ехать, посмотрим на доп. функции. Ручник, смена камеры, пауза, настройки. Кстати, сейчас стоят максималки. Если вы скажете, что, мол, понись настройки и все с фпс будет в порядке. Нет, не в этом случае. Поверьте, больше фпс не станет. И стоит сразу отметить, что у нас есть две камеры на выбор. От первого и третьего лица. К сожалению, ни одна не вращается. Это очень печально. Я считаю, что эта функция просто необходима. Кстати, маршрут все время будет сопровождаться вот такими стрелочками. Это очень удобно и смотрится приятно. Погнали. По дорогам иногда встречается трафик. Хотелось бы видеть его в больших количествах. Кстати, вот то самое видео, где я все подробно рассказал про эту игру. И про то, когда она выйдет. И про то, что там вообще будет. Ну а тем временем мы уже приехали на остановку. Нужно просто встать в триггер и подождать. И так остановка за остановкой. В игре очень разнообразная инфраструктура. В городе есть много объектов, но не хватает подъездов к ним. Например, многие дома стоят просто без двора. А за городом есть много пустых мест. Я считаю, если исправить все эти недочеты, то в игре все станет намного живее. Как вы заметили, салоны у некоторых авто не лучшего качества. Зато в игре очень классные текстуры. И большинство моделей авто выглядит ничего так. Я в принципе показал все, что хотел. Единственное, на карте есть еще ходячий тепловоз. Его я показывал все в том же видео. Время подвести общий итог. Две главные проблемы игры на данный момент. Плохая оптимизация и отсутствие вращения камеры. Про оптимизацию, думаю, комментарии не нужны. А вот вращающаяся камера это необходимый атрибут любого автомобильного симулятора. Я думаю, со мной все согласны. Эти проблемы просто необходимо решить. Допустим, все. В игре теперь стабильно 40 фпс. И камера на 360 вращается. Вот вы катаетесь и понимаете, что в игре много пустых мест. А у некоторых зданий нет ни заезда, ни двора. Трафика немного и в салоне лучшего качества. Вот это уже проблемы, которые потребуют большего количества потраченного времени. Кстати, оптимизация сюда тоже отнесется. Потому что это такой процесс, который может запороться добавлением всего одной функции. Поэтому оптимизация идет от самого начала до самого конца. И в дальнейшем совершенствуется. Но зато какой будет результат. Ведь играть станет куда приятнее. Я думаю, со мной все согласятся. Факт есть факт. Ну что, пригнали к концу видео получается. Хочу сказать, что ссылки на игру не будет. Так как она находится на стадии закрытого бета-теста. И по понятным причинам я не могу давать ссылку. А вот на группу, где разработчик делится новостями о разработке игры, ссылку я оставлю в описании. Подписывайтесь. Дай бог встретимся в следующем видео. Или на стриме. Идем. Идем.